Всем огромный привет! С вами Еглеш, на канале Нурс Мурзович. Сегодня мы с вами будем печь блины. Вот такая вот блиница, которую я недавно купила, буквально месяц назад, от фирмы Супра. В комплекте, значит, идет такая вот палочка, сервисный центр. Это руководство по эксплуатации. Долго и долго смотрела, значит, на этот агрегат. И тем не менее я решила попробовать, потому что у меня не получалось печь блины самой на сковороде. Вот такая упаковка от нее. Поэтому я уже думала, блин, никогда уже этого не получится у меня. Не осуществится моя мечта, так скажем. И этим делом у меня занимался муж, у него все получалось. А у меня нет, у меня не получалось. И я отвечала за оладики. Вот, за оладики я отвечала. Здесь вот, видите, есть такое, вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот сейчас в данном случае мы включили кнопку включения. Включили мы. Когда загорится зелененькая, значит, она готова к работе. Я его поставила на тройку. На тройку, она очень ловкая. Ну, скажем, здесь нет лопатки вот такой деревянной. Вот мы берем свои. Впоследствии я потом хочу купить. И такого материала. Половник. Половник, половник. Вот. И хочу потом взять такой материал. Половник. Вообще, вообще размазывают блины вот такой штучкой. Но мне это как-то что-то... Муж у меня так делал, пробовал. Ну, как-то вроде понравилось. Но я что-то как-то не пристрастилась. Значит, мы берем... Вообще не надо наносить масло. Но я наношу масло. Вот она уже нагрелась. Хотя индикатор еще зелененький, не загорелся. Вот вам не видно. Вот эта кнопочка. Еще не загорелся. Вот обмазывала все. Минус в том, что вот этот корпус, он не снимается. Антипригарный, да? Он не снимается. Подороже, конечно, в фирмах подороже он снимается. Это очень легко мыть. Все снял. Ну, в принципе, эту мыть не очень сложно. Если вы вообще еще даже не нанесли, как я наношу масло, то вообще буквально ничего ей не нужно. Ничего не надо, да? Так. Мне нужно еще достать масло. Скоро он уже пошел во всю жар. Хотя, я думаю, я хотела эти. В принципе, для блинов не нужно это ничего. Вот. Попросила мужа сделать, значит, смесь. Вот у нас стоит. Так, сейчас я достану сливочное масло, сливочное, присливочное. Потому что в прошлый раз, я первый раз делала блины, и в прошлый раз масло мы не смазывали, и уголки были у нас довольно-таки суховатые. Вот. Значит, блинницу. Купила я блинницу. Стала пробовать на этой блинице на сковороде, да? И ничего у меня не получается. Ничего у меня не получается. Я прям уже не знаю, что такое, как же так. А у меня не получается. Вот, пододвигаем. Она еще не загорелась. Меня не видно. Вот. И поэтому я делала только оладики, и, естественно, муж у нас отвечал за блины. Купила я блинницу. Буквально на его день рождения. В декабре, получается, с того года. Ну и, что могу сказать? Ну, что-то как-то у меня все стало получаться. Мне понравилось. Ничего не пригорает. Здорово. Классно вообще. Супер. Это говорит о том, что люди делятся на те, кто могут делать блины. Вот, загорелся зелененький. Все. Это значит, что она уже стяжная и работает, пользоваться. Она нагрелась. Так. Вот сейчас я уже, получается, месяц не делала. Сейчас мы вместе с вами будем пробовать. Я не помню, как тут все это дело. Вот смотрите, как я делаю паломником, да? Муж делал у меня на всю, на всю эту, как ее зовут? Ну, скажем так, на всю вот эту вот часть. Большие я не делал. Видите, я не делаю большие, так, средненькие я делаю. Я обязательно не делаю ровненькие. Можно включить вытяжку, потому что пошел пар. Вот. Потом вот этими штучками мы, значит, все это поддеваем. Сейчас она поджарится, та сторона. Так, нам нужно взять вилку. Вот, как вы видите, печется. Печется или жарится, как там по-русски-то правильно. Вот так надела я, значит, масло. Потом буду смазывать блин. Вот так мы проверяем, что у нас тут. Видите, проще простого. На сковороде блинной мне такого не получалось. Я не знаю, с чем это связано. Все. Вот эта сторона первая, на которую вы положили, она будет светлее. Вот, она светлее будет. А ту, на которую сейчас мы перевернули, она будет уже такая, с таким, уже поджаристая будет. Вот, увеличиваю. Короче простого нет. Человек, который никогда не делал блины, он их делает. Но я всегда хотела делать, потому что, чтобы деткам, чтобы вот это все, чтобы масленица. Очень любила я масленицу. Мама у меня тоже их не умела делать, но не получалось. На обычной сковороде блинницы у нее, по-моему, и не было. Было то, что делала ладики, и я так уже расстроилась. Думаю, ну все, видимо, это гены какие-то. Я такая же, как моя мама. Муж у меня умеет. Вот, она, смотрите, как. Вот она темная. Я еще подержу запах блины такой. Пошел классный. Так что вот так вот. На обычной сковородке у меня не получалось. Тут нарисована икра на упаковке. С икрой, конечно, здорово бы было. Так что вот так вот. Поэтому все могут на такой штукенции, на таком агрегате готовить. Если уж у меня получилось, так я смажу низ, потому что тоже этого не обязательно делать. Тарелку. Потому что я не хочу. И вот она тоже цокает. Тык-тык-тык-тык. Это, значит, у него там нагрев прошел. И по нему тоже можете ориентироваться. Вот. Замечательно. Самое главное смазать края, потому что края подсыхают. Вот, больше всего подсыхают края у нас. Вот мы их смазываем, чтобы они не были потом сухие. Посередине таблинта он будет нормальный и вкусный, все как полагается. А вот. Берем дальше. Дальше, дальше. У меня паломник в тот раз был меньше. Этот паломник побольше. Такой супный у меня. Супный. Вот. Разгоняем, видите? Разгоняем, разгоняем, разгоняем. Не знаю, может быть даже паломник поменять. К этому я сейчас приучусь. Да, вот с этим паломником он побольше. У меня большие блины получаются. Ну, ладно. Красота. Вот, смотрите. Видите, какая красота? Просто-просто класс. И ничем не отличается. И тоненький. Ничем не отличается от блинов на сковороде. Интересно, как я сейчас большой переверну. Потому что такие большие я еще не делала. Все очень быстро. Включили телевизор или еще что-то. Да, и удобство, конечно, этого, этой, я знаю, как ее называют. Ну, блиницы, да? Так вот это написано, по-разному, значит, это блиницы. Переходи на новый уровень. Супра. В ЕС-500. Если я не ошибаюсь. Как по-английски. Вот такая вот С-500. Ее можно поставить на любой стол. Перетащить, куда вам удобно будет. Так что вот так вот. Что-то сдуло серединка. Поэтому я, я просто в восторге могу всем посоветовать. Покупала я ее в видео. И вот у меня чек есть. Для тех, кто не говорили, что на обзор или еще что-то прислали. Это неправда. М-видео, видите? Так что вот так вот. Пошла и купила. Очень больно мне уж ее захотелось. Вон она тут. Опа. Ну, замечательно. Просто я не знаю. Уж очень хочется мне ее подарить маме. Потому что, я думаю, мама оценит. Оценит этот прибор. Уж если у меня получилось. Человек, который еле-еле душа в теле. В приготовлении любви пищи вообще. Мама-то у меня любит готовить все это, все остальное. То я думаю, что у нее тоже получится. Поэтому я могу всем посоветовать. 29 сантиметров. Окружность. Да. В других фирмах идут специальные лопатки. Одна лопатка идет. И вот такая вот тоже штучка. В этой сутрине идет. Но тем не менее я не расстроилась. Лопатка-то у нас есть своя. И вообще можно купить новую уж для нее. Так что вот такие вот дела. Трескается вся. На ютюбе я тоже смотрела ролики. Видела одну девочку, которая делала тоже на таком агрегате. Но у нее что-то не получалось. Видимо, что-то она с тестом не так замутила. Все что у нее липло. Разваливалась. Так что... Наливаем следующую. Все. Оказывается, что нужно воплотить жизни. Такая ассоциация сейчас бы с джемом их поесть. Было бы классно. Было бы здорово. Просто бомба. Она уже прихватилась. Середина. И все. Так вот мы ездим. И все. Проще простого просто не бывает. То я уже достала. Видите, не стала я ее сильно поджаривать. Вот масло для меня течет. Класс. Классно, классно. Так что все можете покупать. Это очень классно, удобно. Вот она еще, вот видите, я рано начинаю делать. Она еще не поджарилась. Ну, должна поджарилась. Потом, когда она поджаривается, она отлепляется. Замечательно просто как. Ох, товар года написано Супра. Позавитель Супра. На четверочку. У меня на тройке стояла. На четверочку. Так она обычно всегда. Да, потому что он быстрее нагревался. Нагревалась. Быстрее, чтобы винтик нагревалась. Забываешь просто изначально как-то, боишься там, что сожгешь еще что-нибудь. А нет, на самом деле, все очень плавно происходит. Вот так, вот так вот, дырочки подливаю ее вот. Можно не подливать. Ну, проводок, конечно, очень маленький. Короткий проводок, поэтому я на стол его не переношу. Стояние у меня. Да, очень в столице, скажем, на обеденном. Потому что провод маленький, короткий. Очень, очень короткий. Но это, знаете, по листу, да. Вот еще рано, рано, рано. Вот оно видно, что рановато, пускаю, еще лежит. Красота, красота. Тоненькие такие, тоненькие. Просто классные. Опа. Ну, я сильно поджаристый стараюсь не делать, но почему-то не нравлюсь очень. А вот муж у меня взял, у него вот этот, когда он сюда ручает, такой чай, тюшку. Так скажу, что я захотел блены. Я ему говорю, куда, мне кошмошно, будешь правильно питаться. Я уже не знаю, что ему курицу подавали. Я ухожу, курицу, курицу. Я его беру, курицу. Я ухожу, что-то. Вот так вот. На диету никак не садишь. Никак-никак не садишь. Я выбрала царский чай, черный. У нас идёт селонский высокогорный чай, лимонные, сукаты, малево, папа и ногостки, очень вкусный чай, можно заварить отдельно, а можно заварить не сливать, а можно вот так вот, делается всё, не страдается. Так что всем приятный общий Питер, трампом, папа, ну что у нас всё, какая красота, какая красота, а по каким-то неизвестным нам причинам в марте 2015 года его уволили со скандатом, обменив хищение 10 миллионов рублей. Так вот, есть предположение, что он пришёл в тот день года, что он привести счёты, но почему почти через год. И тут возникает другая версия. Компаньоны сами не рассчитали с величка и остались ему должны... Это он смазывает и шеваливает. Смазывает и шеваливает. Смазывает и на кончики. Так вот. Это очень немножко подгорело. Ну как подгорело, да нормально, можно и даже ещё по это. Вот такая ерунда. Вот такая ерунда. И у нас уже заканчивает тесто. Наливаем чай. Заваривается просто. Вот это как раз серия. Вот теперь вот и на целях. Вот и на целях. Вот и на целях. Вот и на целях. Это в банке. Вот и на целях. Вот и на целях. Ещё раз на две места. Поэтому, спасибо за внимание! Пеките блины. Теперь их стало гораздо легче. Пропекать вот так много. Они у меня маленькие. они у меня большие, то есть они на выставку себе, поэтому пойдет. Можно было, они у меня светленькие, можно было, конечно, и потемнее их делать, но мне нравятся так. Так что мы будем пить чай. Всем приятного аппетита! Вот. И всем пока-пока!